Еще раз добрый вечер. Я продолжаю наш информационный день на канале Ньюс Ван. Действительно, сейчас в эфире будет большое интервью с Сергеем Лещенко, народным депутатом. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Информационный день, я имею ввиду, вот он с утра и до позднего вечера. А вечер, я надеюсь, добрый. Как вам итоги выборов в Америке? Это неожиданность, я думаю, для многих, хотя за несколько недель до окончания кампании уже были первые сигналы того, что может быть все не так, как планировалось. Потому что лидерство Хиллари Клинтона в течение всей кампании было довольно ярким и дебаты были все в ее пользу. Но после того, как ФБР выступило практически на стороне Трампа, это был уже такой довольно тревожный звонок о том, что они что-то чувствуют и знают. Раз позволяют себе такого рода заявления в отношении возможного будущего президента. Поэтому, думаю, выборы в Америке это решение американского народа. Нам придется работать с любой администрацией. И, возможно, даже это поработает, сработает позитивно для Украины, чтобы быть уже более такой, знаете, сознательной взрослой нацией. И надеяться не только на то, что американские дяди будут нас заставлять проводить реформы, а и самим их проводить ради самих себя. Что касается конкретно господина Трампа, то, я думаю, его многие предвыборные заявления так и останутся заявлениями, а исходить он будет уже из американского национального интереса. А американский национальный интерес – это сильная независимая Украина, которая построена на основах демократии и где есть рыночная экономика с защитой прав частной собственности. Ну вот вы знаете, я сегодня, как только узнал, что вы подтвердили свое участие в нашей программе, на своей странице в интернете попросил зрителей из числа моих подписчиков задавать вам интересующие их вопросы. Не могу сказать, что меня вопросами завалили, но, тем не менее, кое-какие есть. Вот, например, кто-то спросил вас как раз по поводу Трампа. Нужно ли нам теперь ждать полномасштабной войны с Россией без поддержки Америки и с бомбардировками Киева? Нет, я так совершенно не думаю. Я думаю, что персонализация политики – это вот скорее характерно для таких стран переходного периода от авторитаризма к демократии. Америка – это демократия с более чем 200-летней историей. И даже лидерские качества конкретного политика, они уравновешиваются партийной позицией. Во-первых, я думаю, что Трамп как президент будет другим, не таким, как Трамп, как кандидат. Во-вторых, республиканцы были… Почему вы так думаете? Потому что всегда во время выборов говорится одно, а затем в офисе делается другое. И не только в Украине. Часто даже лидеры многих таких ведущих государств не отступают от своих предвыборных обещаний только потому, что понимают невозможность их воплотить в жизнь. Но не это важно. Важное, что Трамп опирается в обоих палатах парламента, в обществе, на республиканскую партию, которая очень часто была более проукраинская, чем демократ. Это американская. И мощная украинская диаспора в Америке, она тоже ближе к республиканцам. И, например, Катерина Ющенко, та же супруга третьего президента Украины, она республиканец. И много республиканцев в украинских организациях в Вашингтоне, например, US Ukraine Foundation, есть такой фонд украино-американский. Руководство республиканцы. Много республиканцев в бизнес-кругах, которые занимаются украинским направлением. Что касается, например, будущего руководства госдепартамента в США, я слышал две фамилии. Это Гингридж и Коркер. Оба из них, оба этих политико-американских республиканцы, они занимают такую, даже, может быть, ястребинную позицию в отношении России. Во время последней поездки в Вашингтон у нас была встреча с главой аппарата Коркера, который сейчас глава, сам Коркер, глава комитета по международным делам, Сената США. И он абсолютно однозначно указывал на украинскую позицию. Ну да, Боб Коркер выступает за предоставление летального оружия украинского, и, по-моему, Ньют Грингридж тоже. И тут, знаете, нельзя, возможно, даже подыгрывать каким-то антиукраинским истериям, которые я последние два дня наблюдаю в интернете. Производство Ольдина, этой фабрики ботов под Санкт-Петербургом. Конечно же, Трамп это неожиданно, и это всегда, ну, знаете, это всегда и шансы, и риски, и в то же время возможности. Возможности построить отношения на более здоровых, более здоровых таких почвах, которые будут включать не только... Ну, то есть вы согласитесь с тем, что... Хвост отношений прошлого, но и отношения, которые будут построены заново, на более прагматичных основах. Я не драматизирую. Нет, вы согласитесь с тем, что вполне вероятно, Трамп, мы об этом сейчас говорили с Гонопольским, был просто вот талантливым шоуменом, который, понимая, что ему едва ли удастся переиграть Хиллари на площадке, скажем так, традиционной политкорректности, сознательно надел на себя маску такого простого парня, который говорил на нарочитое, я бы сказал, порой, простонародном языке, и явно апеллировал вот к белому избирателю без высшего образования, живущего в американской глубинке. Ну, даже было сравнение, что это был выбор между президентом, который представляет водителей грузовиков-дальнобойщиков, которые питаются в фастфудах, и нью-йоркских хипстеров, которые питаются в вегетарианских ресторанах. Ну, вот победила первая концепция. Я думаю, что Трамп это, в определенном смысле, тоже американская мечта. Человек, который воплощает чаяние многих миллионов, которые устали от, возможно, засилия бюрократов в политике. Эта клановость их утомила. Сперва Буш старший, потом два срока Буш младший, а еще один брат губератора Флориды. Сперва два срока Клинтон, потом его супруга госсекретарь и теперь кандидат в президенты. То есть это утомление от эстеблишмента тоже сыграло роль. А Трамп умело этой картой воспользовался. В то же время я вот ехал на эфир и тоже думал, что сейчас чувствует Трамп. Я вспомнил одну фразу, которую однажды, поясняя свой приход к власти, вспомнил Кучма. Он сказал, когда его избрали президентом в 1994 году, он тоже был не готов. И он сказал, скажите, какую страну построить, обращаясь в парламент, скажите, какую страну построить, я вам ее построю. То есть у него не было готового видения того, какую страну нужно строить. Поэтому он по ходу дела учился. Я думаю, Трамп будет тоже учиться быть политиком, будет учиться быть президентом. Я не думаю, что у него есть амбиция войти в историю как президент, который разрушил устои демократического мира. Я думаю, у него есть амбиция быть лучшим в бизнесе, а соответственно быть лучшим в политике точно так же. То есть, возможно, он будет экстравагантным. Извините, я вас буду перебивать, Сергей. Вы помните даже Бориса Джонсона. То, что он заявлял как мэр Лондона и то, что он заявляет как министр иностранных дел Британии, это совершенно разные Бориса Джонсона. Вы прочли статью, которая называется «Американская трагедия», которую написал ваш знакомый Дэвид Рэмник, главный редактор, или нет еще? Нет, не прошел, но вы сбросьте мне ссылку, я с удовольствием прощаюсь. Нет, ну тогда наш дальнейший... Я читал статью Майкла Мура, например, который тоже... Нет, это совершенно против... ...американского режиссера, который объясняет, почему победил Трамп. Нет. Потому что Америка – это не Нью-Йорк, не Вашингтон. Не Галактика. Вы, которые были в Америке не доказали, точно так же знаете. Это правда. Нет, просто Дэвид Рэмник, которого я очень уважаю и ценю, он действительно блестящий журналист, блестящий редактор, кстати, тонкий знак бывшего Советского Союза и, скажем так, постсоветского пространства, он, в общем, написал пронзительную статью, смысл которой в заголовке, что победа Трампа – это американская трагедия. Ну, коль скоро вы не читали, давайте мы в эту тему просто не углубляться, но, понимаете... Это перефразд Райзера, я понимаю, что он хотел таким образом нас окунуть... Понимаете, там есть один тезис, который я хотел с вами обсудить, но, собственно, я его попытаюсь своими словами изложить. Он говорит, что вот, мол, сейчас, сразу же, буквально через день, два, три, после победы Трампа, обозреватели, комментаторы, толкователи политической действительности будут пытаться сгладить весь ужас трагедии победы Трампа и пытаться найти в этом что-то хорошее. Говорить, что, ну, в конце концов, Америка – это страна, которая всё переварит. И Трампа переварит, и система сдержек и противовесов победит любые эксцессы. Вот мы с вами сейчас, так сказать, не пытаемся делать хорошую и плохую игре. Ну, мне кажется, это игра, в которой мы были только болельщиками на трибуне. Мы не участвовали ни на поле, ни играющих генералов не были. Сергей, а вспомните, как вы давали пресс-конференцию, как вы говорили о том, что вот вы, чуть ли не разоблачив Трампа через Манафорта, привели к тому, что рейтинги Трампа стали падать. Ну, смотрите, во-первых, это была история, которая связана с теневой бухгалтерией партии регионов. И я, в отличие от некоторых министров, которые сейчас вытирают свои посты в Фейсбуке, удаляют из архивов свои старые заявления, я ничего отказываться не буду. Конечно же, в теневой бухгалтерии партии регионов 12,5 миллионов долларов были расписаны на Манафорта. Так точно. В Украине, сколько ни разоблачай, эти люди остаются в окружении и президента, и премьер-министра, и входят в руководящие органы партии, которые составляют нынешнюю коалицию. Более того, возможно, Трамп победил, потому что он убрал его с этой должности и позволил, скажем так, этот негатив канализировать. А может быть, он наоборот воспользовался советами Манафорта, которые ему сказал, Манафорт ведь, я насколько понимаю, человек, который способен давать самые циничные советы. И он мог сказать ему, слушай, Дональд, не занимайся ерундой, не пытайся делать вид, что ты политкорректный политик, что ты можешь говорить так же... Дональд, ты антиполитик, и ты должен с этой... Вот ты должен быть водителем грузовика, который надел костюм, который на нем плохо сидит, да, и резать правду матку. Говорит, Фокс, да, какой-то... Я думаю, что даже если это говорил Манафорт, это сказал бы любой другой политтехнолог, потому что этот ответ, этот совет лежит на поверхности. Трамп позиционировал себя как вызов вашингтонскому истеблишменту, как пощечина выпускникам этих университетов Ivy League, да, этих лучших университетов в Америке, которые на самом деле много поколений уже продуцируют нынешнюю правящую верхушку Америки. Он представил себя как защитник простого американского гражданина от бюрократии. И, соответственно, он нашел поддержку. Хотя, вы знаете, по числу голосов он проиграл 100 тысяч, Хиллари Клинтон. Но победителя не судят. Такое же было в истории Америки не так давно, когда Элгор набрал суммарно больше, а... А это уже второй случай. Первый случай был тогда, действительно. Ну, третий случай мог быть в 2004 году. Об этом меньше говорят и, наверное, многие забыли. Но, действительно, тогда, если бы, тогда шел до самого утра, позднего утра шел пересчет голосов в штате Огайо, потому что там тоже была очень короткая дистанция между Бушем и Керри, нынешним госсекретарем. И если бы Керри выиграл тогда в Огайо, то он стал бы президентом с результатом минус 3 миллиона голосов по Америке. В целом по Америке. Ну, история не знает сослагательного наклонения. Ну, история не знает сослагательного наклонения. Поэтому... Хотя это опасная, кстати, на самом деле, поговорка, потому что иногда прикрываясь этой поговоркой, политики и историки, кстати, отказываются анализировать хотя бы чужие ошибки. Слушайте, значит, чтобы закрыть тему с Монафортом, все-таки вот мне интересно, вы действительно там верили в то, что Монафор получил 12 миллионов наличными и еще расписался в какой-то странной книге? Ну, смотрите, во-первых, никто не говорил, что он там расписывался. И вы знаете, что там стоит подпись не его, а депутата Калининского, который был главой Комитета по международным делам Верховной Рады и отвечал за эту теневую кассу партии региона. Именно его подпись. И во-вторых, как эти деньги попадали к Монафорту, мы установить это без следственных инструментов, ни инструментов не можем. Я не думаю, что это были мишки измерения. И, может быть, и не попадали вообще. Это могли быть офшорные счета, это могли быть подрядные и суподрядные работы. Но факт остается фактом. Эти документы показывают, что такая сумма была выделена. Что с этим делать дальше, это уже вопрос Национального фонарбационного бюро, которое открыло производство по этому делу и которое должно довести его до конца. Я бы сказал так, Сергей, извините. Вот я просто не могу здесь с вами согласиться, потому что вот этот документ только показывает, что в книге так называемой партии регионов есть запись, которая утверждает, что 12 миллионов долларов были якобы выделены на нужды Монафорта. А может быть, эти 12 миллионов долларов в действительности были распилены между 12 чиновниками из аппарата партии регионов, а Монафорт даже и не подозревал о том, что ему приписали расходы на такую кругленькую сумму. Правда ведь? Ну, с таким же успехом можно говорить, что и Межегория по документам принадлежало юристу из Лихтенштейна, который никогда Януковича в жизни не видел, и поэтому можно верить в концепцию о том, что Янукович проходил просто мимо Межегория и повесил пару фотографий со своим изображением на стиле. Одно дело в Межегории, где имеется огромное количество документов, и другое дело книга, неизвестно кем заполненная, неизвестно кем подписанная. Кем она заполнялась, мы с вами не знаем. Ну хорошо, но вот, кстати, один... Ее заполнял тот же самый депутат Клюжин и депутат Геллер, которые отвечали за кассу партии регионов. Он спрашивает вас как раз по поводу этой самой книги, вот, говорит, а почему вы не среагировали на то, что там, например, имеется сокращение НДУ? Народный депутат Украины, да. Это народный депутат Украины? А вот, а это не национальный демократический институт? Там регулярно появлялись такие прописью 10-20 тысяч долларов, калюжные расходы НДУ. Это народный депутат Украины, это так называемые доплаты, которые из своих теневых средств партии регионов... Вы уверены, что это не НДАЙ? Конечно, это НДУ. Потому что именно в это время, в 2012 году, Национальный демократический институт проводил семинары для всех партий. Я знаю, что речь идет о доплатах депутатов. Окей, вопрос принес. И это проходит сквозным образом через всю бухгалтерию, не только 2012 год. Вопрос принят, как говорят в игре, что, где, когда, да? Хорошо. Значит, тут много вопросов. Я думаю, люди задают вопросы и нас не слушают. Потому что задают вопросы как раз на те темы, вроде выборов Трампа, о которых мы с вами, в общем, поговорили. Видите, это тот случай, когда выборы одного президента, одной отдельно взятой страны, всполошили весь мир. От дворников до глав корпораций. На самом деле судить надо по делам их. И нам нужно строить свою страну самим. И заниматься воспитанием собственной политической элиты, отстранением от власти своих коррупционеров, и приводом к власти своих либералов и демократов, которые бы... А вы кто, кстати, вот спрашивают? Меня спрашивают и один и тот же человек. Меня зовут Сергей Лещенко. Нет, нет, я понимаю, что вас зовут Сергей Лещенко. Некто Дмитрий по фамилии Шевченко. И здесь от него вопрос по телефону был тоже от Дмитрия из Днепра. Все-таки спрашивают, когда я говорю, кто вы? Каких мировоззренческих идеологий вы придерживаетесь? Левой, правой или центристской? Либеральной. То есть центристской. Что значит либеральной? Потому что, знаете, либеральные... Если либеральный демократ, это Жириновский, да? Во-первых, есть либеральный демократ, Жириновский, а потом вы прекрасно знаете, что... Центристская идеология. Под либералами в Америке и в Европе понимают совершенно две разные вещи. В Европе скорее под либеральной идеологией понимают идеологию свободы гражданской, а в Америке под либеральной идеологией понимают скорее экономическую свободу, минимальные налоги. Обе идеологии и в американской трактовке, и в европейской трактовке, они строятся на одном фундаменте. Это свобода граждан, возможность гражданина быть минимально зависимым от государства, честность, прозрачности. Так центрист, да? Да. Центрист, понятно, это удобно. Ну, это неудобно, это так и есть. Вы же меня не обвините в том, что я, например, исповедую какие-то праворадикальные взгляды, или, например, левацкие. То есть это не то, что я во время эфира подстроился под удобную форму. Я всю жизнь этим занимался, и на самом деле все журналисты в основном они либералы, потому что сама профессия, я думаю, вы с этим согласитесь, воспитывает либеральные взгляды. Потому что журналист много ездит, много видит, много своими глазами наблюдает за, не знаю, миром, да, как он развивается. Это правда, но есть право, есть тем не менее левые либералы и правые либералы. Ну, я думаю, вы тоже либерал по своим... Безусловно. Я бы сказал, что я правый либерал. Это уже оттенки. Хотя есть уже оттенки, потому что, ну, условно говоря, правые либералы нетерпимо относятся к легализации гомосексуализма и гей-парадам. Это некая красная черта, которую они не могут перейти. А я, например, отношусь абсолютно терпимо и считаю, что здесь тоже должна быть полная свобода. А вы? Я считаю, что права всех граждан, в том числе право на свободное выражение своих чувств к представителям того же самого пола или другого пола, они должны быть гарантированы. То есть меня слово ЛГБТ, прайд, он не бывает. А однополые браки? Я думаю, что это скорее должно звучать как однополое партнерство. Потому что слово брак это определенная церемония и определенный институт. Мне кажется, Украина неизбежно к этому придет, но этот вопрос сейчас в обществе не является актуальным. Но с точки зрения развития всех европейских государств или государств западного мира, в какой-то момент это становится нормой, которую затем общество акцептует, принимает и с этим живет совершенно спокойно. И вы знаете, что в той же Америке, которую считают страной религиозной, консервативной, в некоторых штатах до сих пор действуют там странные законы, иногда по углам собирается кукус-клан. Но везде однополые браки уже на уровне государства разрешены. Во всех штатах? Ну, конечно, это же была как раз доктрина Обамы. Да. Да, совершенно правильно. Хорошо. Давайте все-таки попробуем совсем далеко уйти от Америки. Ну, я бы мог вам задать еще один вопрос, но... Ну, задавайте, я быстро отвечу и пойдем дальше. Чьи интересы вы отстаиваете, спрашивает Александр из Харькова. Кстати, этот вопрос и у Матвея Гонопольского звучал. А у вас спрашивает никого Гонопольского? Или госдепа США? Нет, кто-то задавал ему этот вопрос. Интересы Украины. Чьи интересы вы отстаиваете, Украина или госдепа США? Госдеп США – это мифологизированный мем, который, мне кажется, настолько раскручен американской, извините, российской пропагандой, что сами сотрудники госдепа иногда удивляются, насколько они в глазах внешнего мира выглядят мощными и решительными борцами за все права и против всех угнетенных. На самом деле, госдеп – это тоже институт чиновников, которые ходят на работу с 9 до 6 или до 7 и работают как настоящие госслужащие. Конечно, есть уникальные какие-то проявления, влияние госдепа, но это в каком-то смысле стало, включая пропагандистов. А зрители не унимаются. Владимир из Киева спрашивает, знаете ли вы что-нибудь об отношениях Трампа и Онищенко? Знаю. А что? Там есть отношения? Они знакомы, да. Они знакомы и, по моей информации, Онищенко попытается этим знакомством воспользоваться. Ну хорошо, но и, извините, Саакашвили, говорят, тоже знаком с Трампом. Об этом, опять-таки, Матвей Гонопольский подробно рассказывал. Он, говорит, во встрече не участвовал, но за ней наблюдал издалека, когда Трамп приезжал в Грузию, интересался возможностью участия в реконструкции Батуми как девелопер. Я думаю, что тот вид деятельности, который был у Трампа, это бизнес такой, связанный в то же время с миром конкурсов красоты и так дальше. Это мир, где у него было миллион знакомств, и миллион людей могут достать из своих фотоколлекций или своих телефонов фотографию, где они стоят рядом с Трампом. Но, конечно же, это не значит, что все эти люди друзья Трампа или оказывают у него какое-то влияние. Что касается Саакашвили, то я знаю точно, что Трамп специально гостил в Грузии для того, чтобы обсуждать возможность постройки гостиницы. Трамп в Батуми, да. То есть Саакашвили, конечно же, знаком с ним намного ближе и плотнее, чем миллионы других, которые могут говорить, что они друзья Трампа, только потому, что они имеют общую фотографию с ним. Ну, хорошо. По поводу Саакашвили. Есть вопросы, и у меня личный вопрос такой. Видите ли вы себя с ним в одной команде? Я уверен, что люди, которые исповедуют одинаковые ценности, должны быть вместе, потому что это циничный мир политики, где очень просто уничтожать по углам своих конкурентов, как разъединить, разделить и властвовать. И существует несколько политических групп или партий, или, назовем, движений, которые исповедуют одинаковые принципы. Это принципы борьбы с коррупцией, это принципы того же самого пресловутого либерализма, либертарианства, это принципы свободы и демократии. И это люди, которые так или иначе о себе заявили в последний год-полтора в Украине. И, конечно же, Саакашвили – это представитель этого движения антикоррупционного, движения свободы, движения демократии. Точно так же и мы. И разделяться нам нет никакого смысла. Я скажу, что две отдельно маленьких партии проиграют обе. А объединившись, можно не только суммировать, но и можно скумулятивный эффект или мультипликатор запустить. То есть еще придут другие, и поддержка увеличится. Поэтому я, безусловно, считаю, что и наше движение или партия, демальянс, и партия, которая будет создавать Саакашвили, мы должны быть вместе. Мы обречены быть вместе. И разъединиться – это оказать лучшую услугу коррупционерам, которые властвуют в Украине, к сожалению, после революции достоинства. Потому что их интерес – это всех разобщить, поссорить, дискредитировать. И пока идет обсуждение пережевывания всех этих мыльных жвачек или мыльных пузырей, продолжать системно воровать. Из бюджета, с госкомпаний, назначать за деньги, получать свою коррупционную ренту и строить партию жуликовых воров, как это называли вас в России. Как вы думаете, что должен сейчас делать Саакашвили? Мы с ним многократно говорили, и он сказал, что свою историческую миссию видит в том, чтобы открыть двери украинской политики для нового поколения. Людей, которые не инфицированы коррупцией, которые никогда не были замешаны ни в схемы, ни в работы на должностях ради обогащения. Люди, которые имеют западное образование или которые исповедуют европейские ценности. Вот он это многократно нам говорил. Я считаю, что если он это сделает, его вклад в развитие Украины будет не меньшим, чем его вклад в развитие Грузии. Если он проведет эту смену поколений в украинской политике. Конечно же, его статус, он отличается от статуса десятков или тысяч украинских лидеров, активистов и политиков, которые занимают ту же самую нишу, что и он. Окей, тогда он играющий тренер, но его опыт и его знания должны быть использованы с целью благородной не прихода к власти ради обогащения, а смены поколений, прихода новых лиц, которые будут строить Украину по стандартам и по ценностям нормального европейского государства. Я думаю, он это точно так же понимает. Я бы сказал, что это такая стратегическая цель, условно говоря, привести к власти новую элиту, сформировать эту новую элиту и привести ее к власти. Это стратегическая цель. А вот какие он должен предпринять сейчас, на ваш взгляд, тактические шаги? Ну, Михаил человек действия. То есть я не думаю, что он, например, готов бежать, если нет выстрела стартового пистолета, знаете. То есть он должен понимать, какая у него есть краткосрочная цель. Вот из опыта общения я сделал такой вывод. Поэтому, если он понимает, что есть окно возможности, например, для досрочных выборов, он включается в активный бег. Если он понимает, что выборы досрочные невозможны в ближайший год, то это будет скорее процесс работы, так называемого, бэк-офиса, работы с социальными группами, или с теми же молодыми лидерами, или построения партии с нуля. И потом, когда уже будет вырисовываться формат предвыборной кампании, он включается в активную борьбу. То есть я не думаю, что он сейчас будет занимать активную, такую наступательную позицию, если он не будет понимать понятного выхода для этой энергии. Что, например, произойдут досрочные выборы до конца года. Или произойдет смена правительства в ближайшие недели или месяц. То есть то, что он должен делать, он это будет делать. Это собирать вокруг себя людей и строить ту самую новую политическую силу. Но будет ли это, например, спринтерский бег, я, например, не уверен. Потому что нету этой пресловутой точки на горизонте в короткосрочной перспективе. То есть там досрочные выборы. И поэтому это диктует логику всего процесса. Ну, тем не менее... Я не хочу, знаете, комментировать вместо него, потому что у него есть соответствующие службы. Я не предлагаю вам комментировать, я предлагаю вам... Моделировать. Ну, скажем, внести свои предложения. Мое предложение, оно и на съезде Демальянса звучало, и во всех публичных выступлениях, и в социальных сетях. Везде. И вам я это говорил, и скажу всем остальным. Вы знаете, как... Ну, это, наверное, шикарная амбиция, но она обречена на провал в условиях Украины. В условиях, где мы имеем неконкурентное политическое поле, где доминируют деньги, где коррупционные кланы накопили столько, что они будут на каждых выборах просто заливать всех деньгами, всех избирателей будут покупать, и те самые молодые силы, они будут, знаете, они будут вытаптывать этими тирзовыми сапогами коррупции. Поэтому роль Саакашвили – это роль гейткипера. Гейткипера. То есть он должен эти двери для молодого поколения в политику открыть. Он это сам заявлял. И мне, и публично. Думаю, что он с этой ролью справится. Что будет дальше, мы увидим, я думаю, в ближайшие месяцы. Но у меня нет чувства, что нас ждут досрочные. Нет такого. Ну, вот, например, известный политолог Сергей Гайдай написал большой подробный пост. Вы знаете, наверное, Сергея Гайдая, да? Конечно. Вот, в котором говорит, что надо громко и четко назвать врага. Не абстрактную коррупцию, а врага по фамилии. Мне кажется, Порошенко звучит и из моих уст, и из уст Саакашвили регулярно. Ну, возможно, он был сдержан, поскольку его связывали определенные, так, отношения президента и глава области, то есть субординация, да? Сейчас этих ограничений нет, и я не вижу никаких оснований для него сдерживать себя в том, чтобы называть вещи своими. Конечно же, коррупционная вертикаль всегда имеет своего патрона. К сожалению, в Украине этим патроном является президент, который или лично имеет интерес к коррупционным схем, или, закрывая свои глаза на эту коррупцию, поощряет ее, потому что он имеет все способы эту коррупцию остановить. А он этого не делает. И у меня, и у вас возникает логический вопрос. Почему он этого не делает? Я думаю, ответ лежит на поверхности, потому что он имеет в этом свой интерес, который реализовывается через так называемых смотрящих. Это пресловутое слово, которое к нам пришло из бандитского лексикона. Человек, который присматривает или за коррупционным потоком, или за госкомпанией, или за министерством, или за госзакупками, или за фракцией в парламенте, и обеспечивает необходимый результат. Самым известным смотрящим в Украине является Игорь Кононенко. Другой смотрящий – это Александр Городовский. Я опять повторяю вопрос, который мне приходилось задавать. Кстати, Кононенко так и не согласился на дебаты. Так и не согласился. Мы обращались к нему, наш вопрос повис в воздухе и остался в туне. Мы готовы его повторить, как говорится, корона с головы не упадет. Но я не думаю, что он согласится. Я имел однажды удовольствие с ним общаться. Но мне показалось, что он тоже настолько человек системы, о которой вы только что говорили, что ему совершенно не нужно это. Ну, потому что Игорь Кононенко, он не политик. Выходить, выходить из-за темноты. Два года назад такого человека никто не знал в стране. Ни Кононенко, ни Грановского. Потому что их не было как политиков. Есть политик-президент. И они выполняют функции его правой руки, его левой руки. Но мозг находится в другом теле, в теле президента. Он управляет своими руками. Так, нам надо прерваться на рекламу, Сергей, с вашего позволения. Несколько минут рекламы, и мы продолжим разговор с нашим гостем, народным депутатом Сергеем Личенко. Оставайтесь с нами на канале Ньюс Ван.